Понятно, что сейчас в новой действительности предпринимателям открылось окно возможностей, с другой стороны понятно, что необходимо решать очень много насущных проблем. Но прежде всего, это вопросы связанные с перестройкой логистических цепочек, с поиском новых поставщиков, сырья, комплектующих. Сейчас подчас мы были очень сильно завязаны на интеграцию с мировой экономикой, сейчас приходится искать новые возможности. Ну а что говорить о возможностях, то у нас на сегодняшний момент в Подмосковье, в пайплайне, если так можно сказать, реализуется 120 проектов импортозамещения. И вот это, наверное, тот основной ключевой фокус, на который мы делаем ставку и то, что бизнес видит как возможность для развития сложившейся ситуации. Если все эти проекты будут реализованы, то это около 14 тысяч новых рабочих мест и 90 миллиардов рублей инвестиций. Это совершенно разные сферы, это и промышленность тяжелая, машиностроение, это и фармацевтика, пищевая промышленность, сельское хозяйство. Поэтому вот, наверное, так. Ну мы постарались разработать и выпустили несколько новых наборов мер поддержки и каждый предприниматель, каждый бизнесмен может, знаете, как в калькуляторе подобрать то, что ему удобно. Прежде всего, это налоговые преференции, но они и были. Это инвестиционный налоговый вычет, это налоговые льготы в рамках особых экономических зон, которых у нас 5 штук в Московской области, это региональный инвестиционный проект, который дает льготу по налогу на прибыль, по налогу на имущество. Кстати, у нас есть так называемые отдаленные территории, это площадки, это 10 городских округов, которые расположены чуть подальше от МКАД, куда достаточно нелегко было и остается заманить инвестора. Так вот там мы, например, сейчас обнулили ставку налога на прибыль в рамках инвестиционного налогового вычета. Такая льгота действует до 2029 года. Если туда приходит предприятие, создает новое производство, либо расширяется, причем очень простая легкая точка входа, это от 50 миллионов рублей инвестиций, от 50 новых рабочих мест, то вы можете 0% иметь ставку по налогу на прибыль до 29 года. Следующий большой пул мер поддержки, это имущественные меры. Вот сейчас мы запустили новую программу предоставления земли за 1 рубль. У нас уже сформирован банк земельных участков. Это около 250 участков площадью около 2000 гектар. Они представлены в открытом доступе на нашей инвестиционной карте, которая расположена на инвестиционном портале Московской области investmo.ru. Приглашаю всех потенциальных инвесторов зайти, ознакомиться. Получить земельный участок за рубль очень просто. Процедура занимает максимум 20 рабочих дней. И вот сегодня уже 10 договоров у нас таких заключено. Это компании, производственные все компании, которые уже сейчас начали свои проекты импортозамещения. Дальше традиционное наше предоставление земли на торгах. Также там же на инвестиционном портале можно ознакомиться со всеми возможностями. Ну и инвестиционные площадки, 5 особых экономических зон, о которых я уже рассказала, и 62 индустриальных парка. Более того, сейчас мы запускаем новый формат, так называемый light industrial, легкие индустриальные площадки. Это полностью подготовленные площадки для компаний малого и среднего бизнеса. Когда предприниматель, предприятие, вместо того, чтобы, например, самому построить с нуля завод, что займет несколько лет, может прийти, подключить вилку в розетку, заехать в готовый бокс, производственное помещение от 500, например, метров, где даже есть свой собственный центр обработки данных и полностью подведена вся инфраструктура и начать работать. Эту меру мы презентовали федеральным органам власти и сейчас очень активно с правительством Российской Федерации, с Минпромторгом ведем работу по разработке новой программы промышленной ипотеки. Эта программа, которая даст возможность вот в этих новых форматах light industrial льготно приобрести эти производственные помещения под ставку не более 5% годовых и также такое же льготное кредитование получить управляющим компаниям или девелоперам. Ну и третий блок это субсидии, различные субсидии мер поддержки. Прежде всего мы сейчас очень активно занимаемся субсидированием процентных ставок по кредиту, потому что понятно, что в условиях волатильности ключевой бизнесу важно помочь. У нас сейчас действует программа импортозамещения, мы ее сделали совместно с корпорацией МСП Российской Федерации, объединили наши усилия и в результате чего итоговая финальная процентная ставка для предприятия составит 4% годовых для среднего бизнеса и 5,5% для малого бизнеса. Сейчас вот уже сегодня только подвели итоги, уже по этой программе 39 заявок одобрено на сумму 800 миллионов рублей. Ну и рассчитываем, что вот эта программа до конца года на несколько миллиардов рублей компании смогут получить кредиты. Также это наш фонд развития промышленности, который точно также либо сам выдает льготные займы под 0,5% минимальная ставка процента годовых, либо также субсидирует часть процентной ставки для средних промышленных компаний. Это наш фонд микрофинансирования, тоже выдает льготные займы гарантийный фонд. Мы сейчас вот уже провели буквально на прошлой неделе, закончили прием заявок и отбор получателей по субсидиям на приобретение оборудования и на первый лизинговый платеж. Да, и если говорить, например, о старте бизнеса, то вот с июля этого года запускаем новую меру поддержки, это субсидия по франшизе. Если вы открываете свой бизнес в рамках франчайзинга, то мы будем готовы субсидировать до 50% тех затрат, которые вы стратите. Ну, например, открыть кафе известной марки кофе. Стоит в среднем такая франшиза где-то 2-2,5 миллиона. Соответственно, до половины мы будем готовы субсидировать бизнесу на вход в это новое предприятие. Почему выбрали франшизу? Потому что анализировали совместно с Российской ассоциацией франчайзинга, с бизнесменами, с предпринимателями, выживаемость бизнеса такого до 90%. То есть вы только 10% вероятности, что вы закроетесь. Поэтому выбрали вот эту меру поддержки и готовы ее предоставлять предпринимателям. Мы сейчас очень активно ведем переговоры с китайскими компаниями, как частными, так и государственными. Вот несколько инвесторов, в том числе здесь, на питерском форуме. Мы будем проводить встречи. Дальше компании из Индии. Фармацевтик – это традиционно сильная история индийских компаний. Турция. Ну, то есть вот такой восточный вектор. Рассматриваем вот эти новые для себя открывшиеся рынки. Ну и в принципе, если говорить вообще об иностранных инвесторах, если компания готова, продолжает работать, инвестировать, расширяться, мы всегда открыты, готовы к сотрудничеству и полный комплекс сопровождения предоставить готовы. Субтитры создавал DimaTorzok